Попадание ца есть Здарова народ сегодня мы опять на стрельбище Григорий подписчик если помните его кельтек саб 2000 и сегодня мы с такой коробочкой приехали и с сабом Григория для того чтобы пострелять глушитель от фирмы Тихон две штуки подъехала нам на пробу то есть как обещал со мной связался производитель сказал есть на выбор два варианта сегодня мы будем пробовать один из них это глушитель который имеет вот такой фланец можно сказать я бы не сказал что это дтк но глушитель который накручивается в него переходная гайка на ствол и сам глушитель накручивается на резьбу трой глушитель это глушитель быстросъемный вот у него здесь есть дтк уже полноценный и сам глушитель собственно глушители но эти без сброса вроде газа я не помню точно их характеристики если будут я их напишу внизу под видео или где-то в конце как мы будем их ставить в общем попробуем сегодня и первый и второй вид для себя чтобы определить и будем их пробовать как на обычных патронах какие там у тебя стандартные патроны фиочи по моему да фиочи это сапсоник фиочи сапсоники обычные ну короче все покажем какие патроны по очереди постреляем в общем начинать будем с глушителей там стоит мишеник у нас по моему на 25 и 45 метров попробуем сначала как с глушителями работают а потом для сравнения снимем глушитель из голого ствола постреляем чтобы вы видели что они из себя представляют эти девайсы от фирмы тихо ну что поехали ставить по очереди будем пробовать и так начнем пожалуй с обычного глушителя вот я скручиваю гайку ствола защитную так здесь подержи сам глушитель я выкручу приборчик вот так он выглядит но я бы не сказал что это дтк просто со всех со всех сторон отверстия и вот такой своеобразный получается так у нас право и право надо бы чуть-чуть поджать но мы наверное бахнем с глушителем потом его скрутим и бахнем вот с этой штукой отдельно так смотрите в комплекте идет вот такой ключ практически семейный да кто из советского союза помнят велосипеда украина стоп а тут вот да большой есть кстати он похоже что универсальный сюда не подходит а так я не наден а он глушителем затягивается или вот сюда затягивается надо было отвертку взять сейчас посмотрим да он глушителем затягивается собственно накручиваем это вам не быстро съем вот и вот так это все выглядит спереди вообще красота обожаю вот такой рисунок ну а так выглядит это вот гайка промежуточная такая как которая мушку держит но мы показывали на обзоре кто не видел вот здесь ссылочка будет в углу и кстати вот григорий уже поставил коллиматор под 45 мы отдельно не показывали на млок планочку алюминиевую вполне симпатично это уже такой небольшой колхоз прикольный вот чтобы вешать собственно как он у григория и здесь тоже быстро съем ну чисто тактический такой вариант вот так это все выглядит делал все снимаю и собственно вот у нас прибор получает это я не в григория целюсь не переживать все разряжено и проверено собственно ну идем пробовать да кто-то могу сказать про колхоз я же в хорошем смысле называл оригинальная деталька которую честно прикрепился крепеж как на арках доставкой почти 40 баксов ну 40 баксов за кусок металла ну не знаю он поверх трубы тоже крепится да он вот поверх трубы вот все сюда впритык потому что это же гайка вы помните пластмассовая поэтому единственное что эта вся история закрывает серийный номер и в случае чего да придется не ну серийный номер тебе нужен в основном когда ты на отстрел несешь так в принципе ну либо если на охоте то и можно спросить с ним можно кстати охотиться с этим с девятым ну на самом деле они все считаются у нас охотничек охотничьим карабином да поэтому есть момент ну что сейчас заряжаемся и погнали пробовать глушитель который на резьбе не быстро сил в рамках сегодняшнего теста еще одна девайсе на вот тоже от подписчика дал поюзать вот такой лодер для блоков ских магазинов по моему какая-то израильская штука открывается давай магазинчик таким образом работает вот блоковский магазин это кто у нас про про мак вот таким вот образом одевается то есть надевается собственно 1 и 2 и вкладываем сюда патрончик 1 2 и патрон пошел 1 отпускаем нажимаем вниз следующий и так двадцать пять раз ну что начинаем обычные патроны пока с глушителем мактыч патрончики собственно пробуем сейчас на 20 5 метров примерно там идет и с коллиматором попробую очки обычно одел потому что я плохо вижу мне но григорий говорит что коллиматор не пристрелян но сейчас попробуем там у меня камера правда но будем надеяться все будет нормально как жаль что нет затворной задержки я куда-то хоть попадал потому что я не вижу пусть сапсоник сколько тут что-то действие по действия так куда попал непонятно теперь сапсоники с тупым носиком сапсоники у нас и очи пробуем еще тут патронов 10 штук но попробую наверное пять штучек всего залепить но с коллиматора я не попадаю походу никуда поэтому я наверно попробую с обычной механики которые тоже плохо видно это явно попал пожалуй не будем сильно жечь вот где-то так становись стрелять 22 калибра сразу чувствуется разница сапсоник и я бы это да обычные обычные патроны мактеч 25 метров не дозакрылся по ходу патронник попробую я коллиматора непонятно куда уходит нужно пристрелить что такое патроны Хватит меня и на сексу. Сапсоник феочи. Слышно, что Сапсоник сразу. Причем звук такое ощущение, что больше идет именно, слышно его из окна выброса. Так, постреляли из этого глушителя, который у нас обычный, на резьбу накручивается. Ну, собственно, мы здесь уже сорвали резьбу, поэтому скручиваем его со ствола вообще. Вот у нас остается глушитель и его переходник. И теперь накручиваем глушитель быстросъемный. Сейчас я его накручу. Вот видите, в нем есть ДТК внутри. И покажу вам сам ДТК. Не покажу. Сука, это ДТК для... Да. Дакстоп. Подожди. Если здесь 1,28. 1,28. А что за херня? Что-то не то прислали. Так, сапсоник. Без внушителя. Да. Это громко. Нет, у меня газа тише. По сравнению с тем, кто стрелял. Ну, давай еще. Не знаю, может я ближе стою. Мне кажется, громко все равно. Примерно как на уровне обычного. А ну еще раз с этим, обычный петель. А, ты хочешь одним из-за другим? Да. А ну да. Сначала пойдет обычный, в нем пойдет сапсоник. Да, чуть тише, но обычный более звонкий такой. Да. Сума потише будет. Сняли мы первый глушитель, который резьбовой. И хотели ставить быстросъем, но здесь получился один казус. Скрути, пожалуйста, эту штуку. Что ДТК, который был в комплекте, он сюда не совсем подходит. Скорее всего, для более крупного калибра. Я сейчас попытаюсь показать саму ДТКшку. Или просто резьба другая, скорее всего. Может это пистолетный какой-то. Ну, вот смотрите, вот такой ДТК. Вполне симпатичный, но резьба большая. И, кстати, было много киданий в сторону Тихона по поводу их системы крепления. Как видите, похожий же ДТК вот с такой трещоткой. Но здесь уже шариковый фиксатор. Не пружина такая, которая раньше становилась. Остальные шарики. Это намного лучше все крепится. Ну, понятно, что руками показать это не совсем правильно. Но вот это, насколько мне объяснили, вторая генерация вот той системы крепления. Здесь еще один момент, как я уже показал. Ключик вот такой симпатичный есть. Как видите, спереди такой рисунок. И эти ключики вот, собственно, для этого и сделаны разборки. Ну, часто его разбирать не надо, конечно. Но, тем не менее, для какого-то обслуживания, прочистки вполне можно использовать. Вот так это все выглядит. Там вон такие красивые, не знаю, титановые или стальные внутри из нержавейки. Если будет видно, но, наверное, не будет. Я, может, потом раскручу, покажу как-нибудь на полном обзоре эти глушители. Сейчас не об этом, мы просто стреляем сегодня. Собственно, как оно внутри выглядит, довольно прикольно сделано. В общем, постреляли сегодня только один глушитель, который не быстросъем. А быстросъем придется просто поменять ДТК. И опять мне придется дернуть Григория, чтобы на его Кельтеке проверить уже с быстросъемом глушитель и ДТК. Собственно, вот так. Ну что, вроде Григорий немного прибил коллиматор. Если кто не смотрел, вот здесь ссылочка будет, где он пристреливал с коленки. Сейчас мы пробуем на 45 примерно метров патроны обычные и сапсоники. Я начну, попробую, посмотрим, что там получится. В общем, угла, я не могу вложиться, этот самый упал завет. Да, патрон-то не дослан. О, попал. Баночка засаталась. Ты банку царил? Не, я в бумажку. Баночку сейчас попробую. По-моему, кирпич улетел или мне показалось? Да, да, один улетел кирпич. Ну я, наверное, в доску попал. По-моему, кирпич, улетел. Кирпич 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 Профton Кирпич Профton Закончилась. И сапсунки. Ох, класс. Ой, трикошек. По-моему, другой криспич. Я в доску, наверно, попаду. Не, ну вот. Сапсоник с глушаком. Девятка. Это маст хейл. Это круто, он работает. Все как положено. Это не то, что мелкашка. Очень зачетно, как по мне. Так, обычные 10 сапронов. Девятка. Теретья. М就 Mexico. Теперь это. Теретья. Продолжение. ивалюция. iell. Абонаги. Отлично. Отлично. Очень plano. Отлично. Извините. Подписываться. opposed. Михаил. Подписываться. В общем, извините. Топсоник Минус, конечно, его это то, что близко окно И дымит, конечно, нормально Ой, на верху что-то Дымит, конечно, нормально Так, Григорий, идею хорошую Предложил попробовать через хронограф Хотя хронограф я сам взял Больше для мелкашки, но решили попробовать на разных патронах Значит, первым у нас будет идти Сапсоник, после него обычный патрон Это с глушителем Потом глушитель снимаем и меряем Без глушителя уже опять Сапсоник и обычный патрон Собственно, пробуем Сапсоник Обычный Сапсоник Теперь глушитель снимаем Смоки Дымится, как Джим Керри говорил Вернее, маска в исполнении Джим Керри И без глушителя Сапсоник И обычный Сапсоник И обычный Сапсоник Вот как-то так Я надеюсь, что там что-то появилось Сделай зум, пожалуйста Вот верхняя Видно что-то? Последнее значение Да Потому что я не присматривался И что там показывает? 1267 Сколько? 1267 Ладно, это придется пересчитывать В расчете на Навес пули Каждой Здесь 148 грейн А здесь сколько? 124 грейна Кстати, обычная легче, чем Ну, Сапсоник Понятно, что тяжелее должна быть А навеска пороха меньше Но мы видим Мы видим, что именно Вот с глушителем Как бы разница 9-ти миллиметровых патронов Все-таки есть Именно Стандартный Тот же МакТэш Да, я думаю, и другие Так же будут работать Что они более громкие Все-таки получаются А с глушителем Ну, реально Когда сбоку стоишь Слышно именно Выброс Как бы часть газа Когда выталкивает гильзу Только слышно Самого хлопка глушителя Не слышно И это очень прикольно Кстати Ну, а так вы видите Что без глушителя Что те, что те патроны Практически одинаковый звук Просто стандартная пуля Она чуть быстрее Поэтому чуть такой Более хлесткий звук Поэтому вот так получается В общем Глушитель в принципе 9-ти миллиметровый От НПО Тихон Must have В данном случае Ну, а по глушителе Для быстросъема Я думаю, нам придется Все-таки отдельно Снимать видео Потому что там по резьбе Немножко не тот ДТК получился Но я думаю, это Исправим чуть позже И все Попробуем заново На этом все Спасибо за внимание Всем удачи Подписывайтесь Избивитесь Пока-пока Ничего Надырявили В баночку Попадание-то есть Что там у нас Дальше Так А вот такое ощущение Что вот скользнуло Явно Свежее И вот оно Отскобилось И попадали Эти самые Кирпичи Но в банку Но в банку не попал К сожалению И в эту Не попал И в итоге Их можно забрать Попробовать Пахнуть по нему Кирпичи Кирпичи